Привет, друзья! В этом видео расскажу, коротко, понятно для новичков, чем акция отличается от облигаций. Акции – это ценные бумаги, которые позволяют вам стать владельцем компании на небольшую часть. Одна акция дает право владения на определенную часть компании. Люди-держатели акций называются акционерами. Облигация же – это долговая бумага, которая выпускается компанией либо государством для того, чтобы привлечь средства под определенный процент. Поэтому на облигациях всегда есть процент, который вы можете посмотреть. Давайте сейчас на примере это все посмотрим. Переходим в раздел «Что купить». Здесь есть облигации вверху. И вот, например, MVideo, выпуск 1. Мы можем посмотреть, сколько мы вложим и сколько можем заработать. То есть здесь все фиксировано, потому что у облигаций есть определенный доход. Вверху есть раздел «Купоны». Если в него перейти, можно посмотреть, какая ставка по облигациям годовых. То есть мы даем компании MVideo деньги в долг, и она нам вот эти указанные даты начисляет проценты, которые тут указаны. И вот одна такая долговая бумага, которая вот здесь стоит 954 рубля, это и есть одна облигация. Чем больше у нас этих долговых бумаг, соответственно, тем больше мы можем денег получить. Давайте также рассмотрим акции. Например, возьмем акции компании Apple. Акции компании не гарантируют вам никакого дохода. Даже дивидендные акции не гарантируют вам никаких дивидендов. Поэтому акция – это просто право на владение частью компании. И единственный способ, как можно заработать на акциях – это продать их человеку, который заплатит за них дороже, чем заплатили вы при покупке. То есть надеяться на то, что цена акций вырастет. У вас нет никаких гарантий. Есть акции дивидендные, есть недивидендные. Просто есть компании, которые делятся частью своей выручки с инвесторами. А есть компании, которые эту выручку направляют дальше в оборот для того, чтобы развивать компанию. И на самом деле тут нет никаких плюсов или минусов именно у самой компании. Что если компания не платит дивиденды, значит она плохая. Или если компания платит дивиденды, значит она хорошая. Потому что если компания не платит дивиденды, то они все равно идут в развитие бизнеса. А значит и цена на акции тоже будет расти. А если компания платит дивиденды, то она вам выплачивает деньги. С одной стороны, это хорошо, вы получаете деньги, но с другой стороны, вам же их тоже нужно куда-то вкладывать. Вам опять нужно платить комиссию брокеру за то, что вы покупаете ценные бумаги. Опять нужно выбирать бумаги из портфеля. То есть тут тоже есть свои плюсы и минусы. Поэтому для новичков я не думаю, что стоит ориентироваться на дивидендные компании, либо на недивидендные компании. Думаю, что стоит оценивать общие показатели компании, чем то, платит ли компания дивиденды или нет. Для того, чтобы посмотреть, какие дивиденды платит компания, тоже укажет компания, которая платит дивиденды вверху, есть раздел дивиденды. И, как я уже сказал, компания не обещает никаких вам дивидендов, поэтому мы можем посмотреть только историю дивидендов, которая уже была. То есть вот, например, 4 ноября 2021 года компания Apple заплатила 22 цента на каждую акцию. Одна акция стоит 170 долларов. В 2021 году она стоила меньше, примерно 140 долларов. И на каждую акцию начислили 22 цента. Заплатили 22 цента за каждую акцию. Это 0,15% дохода. В 2021 году 4 раза платили дивиденды. Небольшой такой доход был по дивидендам. Поэтому, видите, на это сильно тоже не стоит ориентироваться. Ну вот, если кратко, то на самом деле акции и облигации – это две основные составляющие рынка. Из них уже формируется все остальное. Фонды – это такие компании, можно сказать, которые собирают пул большой из акций, покупают много акций. Вы можете стать владельцем части этой доли в большом количестве акций. Но все-таки основная составляющая фондового рынка – это акции и облигации. Спасибо за просмотр. Если вам данное видео было интересно и полезно, поставьте ему лайк. Задавайте свои вопросы в комментариях, если они у вас остались. Всего хорошего. Пока.